Трагедия непослушания Первая книга царств, глава вторая, с 22 по 36 стих. Ильи же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинье собрания. И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень». Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса Отца Своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрак же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Ильию и сказал ему, «Так, — говорит Господь, — не открылся ли я дому Отца Твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфот предо мною? И не дал ли я дому Отца Твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Посему так, — говорит Господь, — Бог Израилев. Я сказал тогда, «Дом Твой и дом Отца Твоего будут ходить пред лицем моим вовек». Но теперь, — говорит Господь, — «Да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу Твою и мышцу дома Отца Твоего, так что не будет старца в доме Твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме Твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза Твои и мучить душу Твою, но все потомство дома Твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями Твоими, Офни и Финиесом, оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома Твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет «Причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание». Размышления, часть первая. Выбирайте, кому будете служить. Первая книга царств, глава вторая, с 22 по 29 стих. Укор Илия своим сыновьям во многом совершенно бесполезен, так как их уже не исправить. Человек Божий вынес Илию суровое обвинение. Тот, почитая своих сыновей больше, чем Бога, по сути, пренебрег им и теперь лишается высокого призвания, которое он возложил на него. Невозможно угодить Господу, когда желание угождать людям, даже самым дорогим и близким, сильнее. Идти против желаний других бывает сложно, но мы должны помнить, кому мы служим. Если мы в послушании почитаем Божьи заповеди, Бог в ответ оказывает почтение и нам. А это намного ценнее почитания любого другого человека. Применение. Кому вы стараетесь угодить больше, чем Богу? Как Он показывает вам, что Ему приятно ваше послушание? Размышления. Часть 2. Не пренебрегайте призванием. Первая книга царств. Глава 2. С 30 по 36 стих. Наказание для Илия и его сыновей сурово. Смерть, разорение и позор. Но подумайте о том, что они сделали. Илию и его сыновьям было дано все для процветания. Бог призвал их к священническому служению и возвысил их, но они не ценили этого и пренебрегли своим святым призванием. Бог приглашает каждого из знать стать участником в работе Его Царства и обещает обеспечить каждую нашу нужду, чтобы мы могли крепко исполнять Его призвание. Поэтому, избрав непослушание, мы упускаем шанс принести Богу славу и преобразить Его благодатью. Но хорошая вещь в том, что Бог терпелив и милостив. И если мы отворачиваемся от греха и встаем на Его путь, Он снова дает нам возможность участвовать в жизни, которую Он уготовил нам. Применение Какие искушения этого мира для вас особенно сильны? В какой работе ради Царства Бог призывает вас? Молитва дня Небесный Отец, прости, что иногда мне хочется угождать людям больше, чем Тебе. Напомни мне еще раз о том, кем Ты являешься и как Ты призвал меня служить Тебе и другим людям. Используй меня как посла Своего Царства. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok